Всем привет! Сегодня мы снова выбрали за грибами и на этот раз мы в Кемеровском национальном парке. Мы не туда свернули и вышли на болото. Здесь по идее все в болотах. А вообще сам лес площадью 37 гектаров. В нем очень много троп для туристов. И даже здесь неподалеку известный санаторий, который назывался Янтарный берег. Ну пусть там море рядом тоже где-то. Этот лес выходит на море. Я смотрю у нас начался сегодняшнее собирание грибов с маховиков. Да, и также еще и рыжики тут тоже нас посещают сегодня. Нормальный, да? Да. Я вижу нечто удивительное. Подберезовик. Снова маховичок. Вот посмотрите на мои ноги. Видите, я как будто чувствую, что под низом ничего нет. Вибрирует все. Да, все вибрирует. Вот маленький великанчик. В этом году их столько много, вот этих вот грибов. Мы их даже срезать не будем. Полный лес такие. Неинтересно, хочется какие-нибудь вот боровики или лисички. Еще один очередной рыжик. И я, кстати, хотел вам сказать очень важную информацию. Сейчас в Латвии такой закон вышел о том, что если ты грибы собираешь просто с корнем, вырываешь, уносишь, то могут оштрафовать вплоть до 600 евро. Что это такое за грибочек? Сразу не поняли, это просто был козленок. Догадались, потому что шляпка червивая, как всегда у них. Тут у нас растет рыжик прямо на пне. Вот он. Вот еще один такой красивый. Главное, что растет далеко от дороги. А то бывают такие истории, я слышал. Некоторые бабульки, они собирают возле дороги, а потом продают их на базаре. Вроде кажется, добрая бабулечка собирала грибочки. Продает. На самом деле, они просто возле дороги собраны. И там могут быть токсины всякие, выхлопные газы, свинец. Ну, вредные всякие вещества на грибы попадают. Возле дороги как-то грибы собирать так себе. Не, ну я, конечно, не хочу сказать, что все бабульки такие недобросовестные. Но, конечно, есть и добросовестные собиратели грибов. И продают хорошие грибы на базаре. Но все же вероятность очень большая. О, да. Ой, ты мой хороший. Маховичок. О, это супер грибы. Ну, однозначно можно сказать, что это семейство зонтиковых. Хотя у них очень много названий, но одно такое распространенное их название – это гриб-навозник. Он очень вкусный, напоминает по вкусу орехи. Но, правда, его нельзя с алкоголем пить, потому что говорят, что какой-то может эффект создаться. И я даже читал, что вплоть до смертельного исхода. Но хотя я пробовал эти грибы, думаю, что это, наверное, очень-очень редкий случай. Удивительно, когда в лесу растет сирень. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас куда-то выйдем. Мы вышли к морю и никогда не видел, что здесь медуза есть. Это невероятно. Но я решил ее взять на руку. О, посмотрите, она как желе какое-то. Но не кусается. Если бы кусалась, я бы узнал бы уже. Вообще классно, если долго шел очень, то можно просто на берегу отдохнуть, полежать. Я вот даже скупался, хотя такое время года, просто уже в середину осени я еще купаюсь. О, прямо недалеко от берега растут. Так, по идее, можно идти прямо вдоль берега и отдыхать, и грибы собирать. Чуть не пропустили. Маслятки растут, а мы идем и не видим. Мне здесь даже как-то больше нравится. Смотрю. И рыжики. Ой, ну червивый. Ну ладно, тут вон, посмотрите. Еще один. И тоже червивый. Ой. Ну ничего. У нас тут их много. Не, ну вообще, будут боровики сегодня или нет? Я уже не могу просто. Я очень сильно разочарован. Что же это такое? Что это за великаны? Прикинь, ножка нормальная. Угу. Ты представляешь, какой он большой? Вон моя ладонь. И главное, их тут три. Вон еще. Тоже ножка нормальная. А это что? Ну-ка посмотрим, давай. Ой, не знаю. Как бы будем следовать нашему правилу. Не знаешь, гриб не бери. Правда. Нет белых, зато есть маховики. А маховик тоже хороший гриб. Смотри. Я в него чуть не врезалась. Ой, видите, какая может быть опасность? Просто вот так идешь по лесу, а тут вот так вот. Такой здоровый. Посмотрите, какой он большой. Он просто великан. Мы корешок вернем на место. Просто, чтобы оторвать здесь паутины везде иначе. Какой же он большой. Ой, ну я не уверен, что это боровик, мне кажется, это какой-то масляк, что ли. Ну-ка. Так это же... Это боровик съеденный. Боровик? Да, мне кажется. Нет. Это же типа... Маховик? Масленок какой-то. Просто масленок гигант. Но он чистый. Вот же самое интересное. На год. Давай. Вообще идеальный гриб. Забираем. Хотел задать вопрос телезрителям, если кто-то знает, что это за знаки на деревьях. Везде, где бы я ни было, я всегда такие знаки вижу. Может, это спиливать деревья или это какие-то указательные знаки? Напишите в комментариях, пожалуйста, если кто-то знает. Опять целое множество этих грибов. Но мы их брать не будем, как я уже говорил. Кто у нас здесь живет? Интересно, что если с фонариком туда руку засунуть? Может, там кто-то есть? Нет, не видно ничего. Наконец-то! Наконец-то! Как же мы искали тебя, наша лисичка-подружка. Ну, а эти ребятки еще не доросли. Сыроежка, ну, какая красивая! Прямо как будто яблочко лежит. И тут между бледными поганками затаился один нормальный грибок. А мы в конце этого ролика еще хотим вам показать очень классный рецепт, как можно вкусно приготовить грибы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Это то, что нужно. Шампиньончик, но страшно так брать. Не перепутать бы? Я думал, что шампиньон. Да, я тоже думаю, что шампиньон. Но все равно страшно. Но, надеюсь, мы не отравимся. А тут, кстати, у нас еще вот один грибок. Тоже. Вот, это, по-моему, ежевик. Но он оказался червивый, но что-то мне подсказывает, что он съедобный. Вот и еще один шампиньончик. Но я и помню, они как-то вот начинаются в конце сентября или в начале октября, вот в это время как раз шампиньоны начинают идти. Отрезаем. Такие сыроежки бывают красивые, что как-то и не удержаться даже. Все вместе росли. Говорят, что где много муравьев, там нет клещей. Но я точно не проверял. Еще одна лисичка. Я надеюсь, меня не оштрафуют. Потому что она очень маленькая. Мы, как добропорядочные граждане, все грибы срезаем аккуратно. Под корешок, чтобы в следующем году снова выросли другие грибы. А это уже достойная лисичка. И рядом еще одна. Не доглядел, даже вон еще во мхе были. Еще лисы. Подожди, а кто у нас оператор, а кто грибник? Я что-то не понял. По-моему, у нас все наоборот сегодня. Просто решила отдохнуть от работы оператора. Ну, на самом деле, мы уже будем закругляться. Хотя грибов очень много. Мы просто поедем домой, чтобы показать вам этот вкусный рецепт. Ну что, начинаем готовить? Для начала их нужно просто начать варить. Варить их надо 15 минут. После этого их надо промыть и снова варить 15-20 минут. Ну и вот, по завершению варки, начинаем их снова промывать. И после того, как мы их промыли в друшлаке, надо их оставить, чтобы они все стекли и полностью в них не было воды. Соль, по желанию, можно сразу, можно после того, как они стекли. И тоже по вкусу. Много солить не стоит. Прижимаем тарелочкой и чем-нибудь тяжелым. Оставляем в холодильнике на сутки примерно. Ну и самое интересное. Начинаем раскладывать грибы в баночку. Для этого мы берем масло. Можно подсолнечное, но желательно оливковое. Сразу чуть-чуть наливаем. И по чуть-чуть начинаем ложить. Немножко грибочков. Немножко чесночку. Немножко масла. Немножко грибочков. И так далее. Масло должно закрывать полностью все грибы. После этого мы их тщательно закручиваем. Ну вот, и наши грибочки готовы по супер рецепту. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok